Как я начал писать код в Python в других языках? Система работает для любых языков. Как вы можете начать на 100% писать код? Здравствуйте, с вами Валерий Бусыновский. В этом году уже 14 лет, как я занимаюсь языком. Но я точно знаю, что ребята, которые до 4 лет, до 5 лет, у многих просто в душе, наверное, то, что было когда-то у меня. Просто вы четко понимаете, что писать мы не можем. Давайте я начну эту статью, зачитая один прогресс. Как правило, ребята многие изучают язык, а внутри думают, когда же я буду писать. Ребята, а вот сейчас подумайте. Извините, дорогой друг, вы не язык изучаете для того, чтобы писать. Вы просто занимаете себя языком программирования. И сами решили для себя, что если будете что-то делать, то непременно будете писать. Ну, например, как устроены все курсы, да? Идут все по порядку. И получается, так устроены книги, так устроено многое. По сути дела, взгляду зацепиться не за чего. Что-то делаем. А в конце концов, все смешивается в кашу. И дошли до середины, что сначала уже не помним. Нормальная ситуация. Обыденная. Давайте переложу на другой язык. Вот смотрите, если мы с клапана автомобиля вытащим кернер. Ну, это то, чем кернить, чтобы дырки сверлили, чтобы сверло никуда не уехало. И будем им дырки намечать для свердления. Вы точно понимаете, что от этого вы не будете ремонтировать автомобиль. Для этого нужно тот самый клапан с автомобиля брать и на автомобиле регулировать. А почему мы в языке поступаем по-другому? То есть мы считаем, что если мы что-то проходим, то мы обязательно будем писать. Не будем, ребята. Я написал очень длинную статью, поэтому я и сделал видео, чтобы просто кому интересно рассказать, на чем заострить внимание. 2008-2009-2012 год. Я уделял очень много времени программированию. Ну, тогда, во-первых, не было столько материала, во-вторых, не было русского материала почти. Была книга Луца и кое-что еще. Вы знаете, я тогда ощущал, что вроде знаю, а писать нифига не получается. Вы знаете, все это происходило целых 9 лет. Скажите, вы хотите так 9 лет? В 17-м году буквально, ну, я сейчас не вспомню конкретно месяц, но очень за короткое время я понял, что могу писать. Вот это ощущение внутреннее, когда ты понимаешь, что ты можешь писать. Что произошло? Я собрал в голове язык. Что это значит? И вот дальше в статье, на примерах ребят школы, я рассказываю. Сразу, чтобы вас не томить сейчас видео, а вы быстрее перешли к статье, в конце статьи есть ссылка, да, видео крутой Python, где, на примерах реальных ребят, вы увидите мой метод, да. В описании я дам две ссылки, можно ВКонтакте в группе прочитать, можно на сайте. На Ютьюбе в сообществе эта статья не вместилась. Но, тем не менее, на двух примерах я хотел бы остановиться, которые я сюда вбил. И перед этим я скажу, я полностью, вместо того, что вот я проходил, проходил как в виде справочника, на сайте Python или в книге, как справочник, это оправдано. Почему? По справочнику легче искать. Но для изучения языка надо иной подход. Итак, первое, что я сделал, и то, что я делаю сейчас с каждым из ребят, да, когда мы посмотрим в примере, изменил подход к изучению языка. Не просто подход, ребята, а сам порядок изучения. Давайте просто-напросто откроем вот любой файл, который вот здесь приведен, и посмотрим. На самом деле, когда вы посмотрите абсолютно любой файл и на абсолютно любом языке, вы увидите в первую очередь какие-то ключевые слова, которые относятся к методам либо функциям. Это будет Dev, либо Fun, либо Function в разных языках программирования. Но в любом случае это будет функция или метод. То, что является основой. Мало понятий, надо правильно их выстроить. Давайте прочитаем одно сообщение человека, который начал писать в школе, Денис Никкеплер. Считывание параметров оказалось той базой, которая лежит повсюду. Везде что-то передается. А почему раньше не видел? Потому что не обращал внимания. Он начал писать через месяц. Но, тем не менее, далее в статье я показал, как он мог в определенный момент времени при обучении совершить глобальную ошибку. Но, прежде чем мы до этого дойдем, второе, что я сделал, добавил второй язык программирования. Зачем это нужно? Ребят, все языки схожи. В данном случае вот этот парень, который разобрался в функциях, разобрался с параметрами, он сходу написал на JS, написал на C функции, написал на Go функции. То есть он начал понимать, что смотреть в функции. То есть язык перестал иметь значение. Абсолютно верно. Когда мы изучаем несколько языкового программирования, мы просто уже тогда можем автоматически выделить общее между языками. Не надо отдельно изучать JS и Python, а потом, допустим, Go, да, отдельно каждый язык. Надо просто-напросто разобраться в структуре языка, и все вещи, они абсолютно одинаковые. Я не раз привожу пример, что это ведь старо как мир на самом деле. Просто зачастую, чтобы это понять, надо время. Вот если взять, допустим, JSON, да, почему возможно было сделать библиотеку JSON, которое при помощи этого формата можно передавать данные между там любым языком программирования и любой библиотекой. Да потому что все языки абсолютно похожи. Вот и они объясняют. Смысл JSON это коллекция паразначения. На разных языках это реализовано как объект, запись, структура, хэштаблица, список с ключами и так далее. Массив, последовательность, список, вектор, да. То есть, по сути дела, абсолютно верно вот это понимая, значит, в одном языке, допустим, это в Python последовательности. Мы последовательность можем, что под ним понимается, мы в школе изучаем, да. То есть, например, список, кортеж и так далее. Все это мы можем вложить в JSON. При этом в языке программирования символа может быть взят массив и этот список перекочевать в массив. Просто оттуда будут извлечены тоже паразначения в нужном порядке. Все бы, наверное, просто. И вот сейчас берем в школе парня, который ник вот этот, да, хотел добавить, что, сделаю вывод, очень похожая в JS ситуация в Python. Сначала создаются переменные константы, которые подключаются разнообразные модули. В Python это import, from, потом fulls и в стиле там бла-бла-бла, дальше поехали. Иными словами, да, абсолютно идентично. Какая разница require ноды подключить или from из Python в библиотеку? Смысл то один и тот же. Следующее, что я добавил, я добавил изучение по исходному коду. Вы знаете, я не буду здесь много рассказывать. Вы когда посмотрите видео, их здесь много, да, и кто-то, каждый найдет что-то вот подобное своей ситуацией. Но все ребята, которые работают с исходным кодом, они растут. Понимаете, сколько бы вы себя там не тешили надеждой, но есть одна вещь. Либо вы занимаетесь работой, которой занимается программист. Ведь давайте представим ситуацию. С одной стороны, вы делаете так. Вы берете, просто изучаете. А теперь представьте автомеханика. Приходите, представьте себя в качестве ученика автослесаря. Да, вот у вас была мечта научиться там ремонтировать автомобили. Пошли автослесарям, чтобы свой автомобиль чинить. И в дороге не бояться. И вам говорят, ну пойдемте вон к машине реально. Говорит, да не, я вот тут вот около забора покручу. Не получится, понимаете. Надо ремонтировать автомобиль. То же самое в языке. Для этого я описал два примера, которые покажут суть. Я другого слова, ребят, извините, как полуфабрикат, не придумал. Ситуации разные. Но я описал две. То есть, я вам сказал фразу, потому что уверен, что многие ребята, особенно новички, скажут, ну, открыли у меня файл. Файл очень простой. И, да, правильно, приходишь в школу, как один парень написал, я там видео писал, да, что я знаю только DEV, несколько видео смотрел. Остальное я все не знаю. Но проходит время, они с уверенностью описывают файл, описывают то, что происходит, и так далее. А, ну, теперь давайте все-таки вот эти примеры, я хотел бы, чтобы вы сейчас поняли. Подводные камни. Вот этот парень, Денис, он начал писать. Есть там и про него видео. Он начал писать уже, да. И мы начали двигаться дальше. Прочитайте три сообщения, да, вот тут мы прерываемся, ребята, обратите внимание, оборвемся, да, на этом месте. Потому что мы после этих примеров продолжим. Имейте это в виду. Итак, первое сообщение. Когда он пришел, да, начал заниматься, то есть в школе есть возможность просто заниматься по урокам, и те, кто занимается в группе, могут работать еще дополнительно. Иными словами, я направляю. Понятно, все очень четко видно. Система действительно рабочая. Добрый день. Двигаюсь по отработке. Подход к преподаванию бомба. Спасибо. Прикрепляю домашние задания. Все окей. Через определенное время сообщения у него продолжаются успехи. Что касается занятий, появилась система работы с кодом. Готовые проекты, понятно, что еще не пишу, но во что сам материал стал прилипать к голове, это факт. Ну, типа, да, пока возникает вопрос, я нахожу ответ. Ощущение такое, что смотрел ранее сериал в тысячи серий, но никак не мог найти первую серию. Это очень показательная вещь. Ведь именно вот тут показан тот момент, когда человек начал писать. То есть, было каша в голове. Что мы сделали? Функции привели в порядок, ребята. Потом я ему сказал, Денис, смотри, вот ты функции, вот смотрите, мы могли, вот я просто приведу, вы всего не поймете, ваше дело сейчас уловить смысл, замысел, да, сам. Мы могли вот так вот пойти чего-то изучать. То схватили, то схватили, и что дальше? А я ему сказал, а ты начни с функций. Он сначала начал с функций, потом он сказал, а ты знаешь, что Python классы и методы, это поле, и функции, это поле одного ягода. Одного поля ягоды. И когда он допер, что в принципе все построено на исключениях и на принципах функций, все, это все уже стало одним целым. То, что надо наращивать. Ну, ладно. Ну, а двигаемся дальше. Есть такое понятие итерации. Как правило, их так прошли, и все. Ну, вот представьте ситуацию, мы, я ему дал задание, и он примерно с недели три, недели три, мурыжит эти итерации. Но вижу, что уже устал от них, да? И пишет, итерации прекращают достаточно, не прилипает уже ничего, неинтересно, придет время, итерация вернет себя в начальную точку сама. Чертов два. ООП, интересно, буду работать над базой, перехожу к практике. Так вот, вот это тот, ту ошибку, которую совершают большинство людей. Ну, слава Богу, я постарался и все-таки услышал меня Денис в данном случае и не совершил ошибку. И это было важно, чтобы увидели другие ребята, ведь эту ошибку совершают многие. Иными словами, вот вам ответ на вопрос, почему большинство людей не получается программировать, потому что чего-то делаем, чего-то там пишем, что-то работает. Иными словами, представляем автосервис, автомобили там, мы пришли к забору, нашли какую-то рухлядь, там кусок, и крутим там. Ну, крутим, и мы все подумали, если мы покрутим, то мы обязательно станем разбираться в автомобиле. Да как бы не так, не станете, ведь вы это четко, если вы возьмете какой-то кусок железяки около забора, который не имеет, или начнете чего-нибудь крутить, там стоит какая-нибудь фигня, да, с болтами, вы крутите, мне главное крутить. Так что? А что вы делаете в программировании? Мне главное что? Делать куски кода? И я буду программистом? Не будете. Не будете. 100% говорю, не будете. Ведь я вам рассказал, вот 4 года я именно так и делал. Так что же, почему не будете? Давайте вот этот пример разберем. Итак, вот то, что я раньше говорил. Когда были собраны функции в голове, когда понял, многое дошло до итераторов, что писать, он уже понял, да, писать-то он может. Но в данном случае собирался похранить знания. Как? А это именно тот способ, который берется за смысл обучения вообще в большинстве школ, книг, курсов. Открываем строки, да, и начинаем делать вот эта строка, самые бесполезные уроки. То есть, понимаете, если вы решили, что вы проделаете уроки и все это запомните, и станете от этого программистом, где работа программиста? Вы занимаете себя программированием как интересом, но писать вы ничего не пишете. Когда же происходит то, что называется программирование на самом деле? Вот тут я привел пример, чтобы вы для себя поняли. Ну, ребят, извините, другого слова не придумал, как полуфабрикат. По крайней мере, полуфабрикат каждый представляет в пищевой промышленности, что такое полуфабрикат. Ну, то есть, то, что почти готово. Вот, и в языке программирования будем считать материал отработан, когда у вас есть полуфабрикат. Иными словами, сначала попросту. У нас есть тормозной передний диск от автомобиля. Согласитесь, если он износился на автомобиле, то его можно то взять и прицепить как груз, и будет якорь к лодке хороший, правильно? А можно там, ну, например, что-то нажать, и можно, он же тяжелый. То есть, у нас в голове есть план относительно применение, где это может применить. Абсолютно это же свойство работает, вы приехали на дачу, у вас на даче, допустим, как это, пыль, да? Ну, нет веника, но у вас четко есть заготовки. я могу намочить тряпку, я могу, у меня в сарае есть типа щетки, пусть не веник, я ей могу подмести, ну, то есть, есть варианты, согласитесь? Так вот, в программировании смысл поняли, такое же должно происходить. Вот Денис, смотрите, определенное время уделил итераторам, он, я ему дал задание по, значит, разное, он действительно присылал очень много сообщений, да, по итераторам, ну, я сейчас просто говорю, что не буду я их искать, а сейчас, да, но что не сделал? И вот, когда он решил уже оставить итератор, я подождал, понаблюдал, но я этот момент очень хорошо подметил, потому что я понимаю, что вот это и есть подводный камень, где он будет что делать дальше в языке? Брать какую-то тематику, разбираться и бросать. И в итоге опять мы писать не будем дальше того уровня, на который он сейчас вышел. Чтобы он вышел из этого круга, что надо сделать? Создать полуфабрикат. Я ему дал исходный код, сложный, и сказал, ну вот, дал примерно такое. Джанго, например, берем, да, берем там, чтобы вы поняли, что я сделал. И сказал, вот здесь, здесь, я знаю, что он разбирал iter tools, да, вот здесь есть итерации. Твоя задача выяснить принцип, не принцип, а как происходило в результате, зачем делалась итерация, вот правильное слово, да, зачем делалась итерация, что она делала. Сейчас мы не трогаем этот код, во-первых, я четко понимал, что итерацию он уже видит в коде, да, но тем не менее, один ответ я написал. Сначала он написал, да, когда видео посмотрел, вот это, да, смысл понятен, и через время прислал файл. Я сейчас покажу вам этот файл, это уже интересно, там я в статье только кусочек кода, да, показал ответы его. Так, так, так. Вот. Так, 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 а это не там он прислал, это вот тут, это старые были материалы. Так. Сейчас, секундочку. Вот. Добрый день, как бы смысл понятен, что нужно делать, прикрепляю файл с проработкой, но скажу, что, правильно, слушай, радости, то немного разбирать код, написанный серьезными ребятами. Денис, а кто сказал, что вы собираетесь стать несерьезным программистом? Ага. Съедаем, да? Поэтому надо работать с серьезным кодом. У них учиться, а не с книги, книги новичков, вы код хороший не научитесь писать. Это не мой уровень. Ребят, очень важно, я, хорошо, если бы я ему сказал, ну, приведи там несколько примеров, я понимаю, что он, это пощелк, как орехи. А применять? Не знание УП, я знаю, но есть одна вещь, ребята, когда человек прекрасно знает итерации, то у него почему-то, а не почему-то, а точно станет на места с типами данных. Если вначале мы изучаем типы данных так себе, да, то, когда мы четко понимаем итерации, то мы можем уже изучить не типы данных по отдельности, а последовательность в целом. И понимая последовательность, да, мы можем уже не смотреть даже в документацию, что такое строка, список, нам и так будет понятно, так как нам будет понятно свойство. Там нужны итераторы, да, и большинство вещей, которые происходят в языке программирования, они происходят все-таки при помощи итерации, то есть пересчета файлов. И давайте посмотрим задание. То есть он уже берет с кода и делает то, что делает работа программист, да, смотрит, а как же применялась здесь итерация. Обратите внимание, это не с нуля, он отдал примерно с месяц итераторам, то есть это надо было понять их от и до. Давайте прочитаем пример, который будет всем понятен. И я сейчас поймете меня, да, deleteItem, да, метод. В этом контейнере метод элемент с указанным удаляет определенный список параметров, вызывает атрибут объекта с индексом управляемого объекта. Иными словами, у вас есть нечто из количества элементов. Это могут быть страницы, это могут быть какие-то элементы, это может быть просто программно созданное, что вы там пересчитываете что-то. Но если вы удалили объект, да, то сейчас вы можете все объекты пересчитать, если их было, допустим, 30, а сейчас стало 29. Нам как это узнать? Надо их пересчитать, что их действительно 29 и убедиться. В данном случае, что отложилось у Дениса? Полуфабрикат. Для него теперь отложилось что? Ага. И когда я, допустим, такая ситуация возникает, что мне надо что-то пересчитать, проверить остаточный, то я как это решаю при помощи итераций. И вот такие ситуации, они легко запоминаются. Здесь не надо код, здесь не надо ничего. При этом я очень четко вижу его действия. Он знает, где это искать. В исходном коде. Он знает, где методы уже на сайте документация. У него все есть в голове для решения вопросов. И он знает, какие ситуации решать. Они будут только рассеять ситуации. Здесь смысл поняли. Пошли второй момент. Я только привел кусок кода, просто чтобы вы поняли, что такое полуфабрикат. То есть мало изучить, надо понять, что при помощи этого выполняется в коде, уметь это видеть и видеть это на реальном продукте. А вот другой пример парня. Интересная ситуация. Парень пишет, по шаблону программа пишет, все нормально. Значит, что делаем? Но когда начал смотреть на его код, то есть совершенно точно видно, что пишет параметры на автомате. Вот пишет, потому что их надо писать. И эта проблема, когда мы изучаем функции, которые надо думать, это проблема большинства. Если мы открываем, например, функции, откроем, а если вы на курсах где-то учитесь, проходите все подряд, как мне писал парень, мы долго-долго проходили ВКонтакте и потом дошли до функций, проскочили их и пошли дальше. Если говорит, я вот от вас услышал, что функции это основа. Ну, да, конечно. Ну, представьте, но тут человек прошел параметры функций, да, то есть то, что есть, да, но при этом он их пишет, потому что пишет. А теперь вопрос, а что делает разработчик? То есть, давайте подумаем такое, я пока нарисую все-таки, чтобы это понимали и новички. Давайте вообще станем разработчиками на одну секунду, даже кто только начинает. Вот в данном случае была библиотека Pandas. Иными словами, библиотека Pandas это библиотека, которая выводит, имеет функции, которые выводят любые большие данные на экран. Иными словами, если у нас есть 500 городов, нам не надо придумывать что-то. Есть специальная функция, которая выведет эти 500 городов в аккуратную табличку. И сколь угодно другое сложное. Пусть это будет библиотека, это некая одна из функций, которая нечто делает. Какова стоит задача? Вот у нас этот парень Дима, да? Ну, Дим, смайлику прошу не обижаться, но я художник от слова худо. Так вот, смотри, смотрите, ребят, я ребятам объясняю на вашем примере, Дмитрий. Значит, Диме стоит задача использовать вот этот вот, вот эту функцию, да, из библиотеки Pandas. Но использовать свои функции. Иными словами, первая задача, ему надо сначала написать одну функцию, которая будет использовать вот это вот, вот это, да, вот это вывод. пусть там будет пятьсот городов выводить, одну функцию. Потом написать вторую функцию, в которой используют свою же функцию, ну, как результат. Здесь уже надо четко будет продумывать, задумываться о параметрах, потому что, как я привожу пример, да, допустим, смотрите, вот берем Django, да, самый простой пример, который, в принципе, должен понять каждый человек, даже если он не программист. нам надо вывести страницу, то есть функцию, которую используем часто. Сама, во-первых, название функции, да, сама за себя говорит, getObjectOr 404, то есть получить объект, либо вернуть исключение. И обращаем внимание на сами параметры, то есть параметры указаны не от балды, откроем проект какой-то, да, вот, который мы пишем в школе, под Django, и откроем View, и мы видим, что вот эту функцию мы везде используем, почему? Потому что это удобно, то есть Django все написано для того, чтобы получить там страницу и если нет страницы вернуть 404. Но если бы Django разработчики не позаботились о параметрах, то есть вот здесь у нас мы видим обязательный параметр, и вот это то, чему ранее говорил, научился Денис, то есть первая стадия обучения, когда было, я всегда говорю, ребята, параметры надо считывать по взгляду, то есть ими мы размышляем. Эти разработчики здесь поставили, оставили только ArtQuartz, то есть это обозначало бы, что любые параметры позиционные либо именованные, иными словами любые, да, но здесь почему-то стоит первый параметр и он требует передачи обязательного аргумента класса. С этого понятно, что если мы не передадим нашу модель пост, то ничего работать не будет, но тогда оно сходится легко в голове, и разработчики полностью уверены, что никак по-другому не получится, что все будет работать Джанго правильно, то есть от параметра много что зависит. этого именно первого результата я добивался, чтобы сделал этот парень. Так, ну вы знаете, на самом деле это действительно трудно, трудно выйти за круг, когда ты привык решать что-то в рамках вот того, что ты понимаешь. А здесь что надо делать? В данном случае, если с Денисом надо было с атераторами, то в данном случае надо было вытолкнуть его, с гнезда вытолкнуть, иди делай. Конечно, сначала Дмитрий что сделал? Он сказал, что ну не получилось. Ну не получилось, так не получилось. Конечно, можно было сказать да хари аню харам тебе не надо, мне сто лет не надо, но ведь смотрю, получается у парня, и может сделать, знаю, что может. Тогда все-таки не поленился, записал несколько видео, да, записал несколько видео, здесь вот они есть, и что происходит? присылает задание, да, небольшое, да, видно, сделано с трудом, да, видно, щепетильно, но что произошло у человека? Он стал в эту шкуру разработчика, он стал в шкуру, не стал я буду когда-то разработчиком, он стал в шкуру разработчика и начал девелопить, да, уже сейчас. Пусть это плохо, пусть это мало, но он стоит именно в том положении разработчика, что должен делать разработчик. Есть библиотека, нравится, не нравится, как говорится, я имею ввиду, что не надо думать о дурных поговорках, заказчик будет вам говорить, нравится, не нравится, мне надо результат, вот с этой библиотекой, а не то, что люблю, не люблю, надо сделать. Так вот, но тем не менее, присылает задание и делает этот шаг. На самом деле, делает несколько шагов. Первое, ему пришлось познакомиться с библиотекой Пандас, это раз. Второе, ему надо было хотя бы как-то разобраться, что она делает, то есть, примеры, да, дальше учел вот саму методику обучения, иными словами, пошел через исключение, что очень прекрасно, молодец, потом написал функцию фрейма, потом взял две библиотеки АБС и фрейм, и вот тебе получил результат, то есть, в одной библиотеке свел функцию Python и, значит, одну из функций пандов. Иными словами, что сделал? Вышел то, что должен делать разработчик. Да, пусть это пока в таком виде, но это задача. На самом деле, в данном случае, человек уже начал брать другой порог. Понимаете, для кого-то это можно сказать, что это так, потому что люди не отдают себе отчет, а ему пришлось продумывать уже в любом случае параметры. то есть, он уже стал думать, как разработчик, как он бы то же самое думал, как огород скопать или так далее. То есть, ведь в жизни он это тысячу раз сделал на разных задачах. молодец. И закончу прочитать статью. Поэтому, если мы, допустим, занимаемся, вот берете, занимаете, занимаетесь, ребят, далеко ходить не надо. Открываем, вот как я дальше говорил, мы прервались, я это вам зачитывал. Откройте вы файл, откройте, не надо стесняться. от знаний еще плохо становилось всем. Всем плохо становится от знаний. И попробуйте описать этот файл. Попробуйте описать. Все, сами себе ответить на вопрос, какие ваши знания. И вы скажете, а как же тогда изучать язык? Ага, ребят, все верно, вы поняли. Надо изучать язык, опираясь на профессиональный код. Только проверять тогда. Никто ж вам не запрещает идти изучать ваши функции по вашим книжкам. Пожалуйста, ребят, я ж не против. Но есть один маленький нюанс. Сейчас я его прочитаю и на этом закончу. Я ж не против, читайте. Вы знаете, что, я привел специально вариант, что вы поняли разницу. Можно изучать просто, вот я изучаю язык. Давайте я сейчас буду изучать такое число, ну, это мне понятно со школы, там строки, как они работают. Это один вариант. А теперь смотрите. Смотрите, открываем джанго, да, допустим. Откроем сложную вещь, ну, не очень сложную, но, тем не менее, реквест. Одно дело, вы там нечто себе проходите, потому что так вам кто-то говорит, или это есть в книге. но здесь нет жизни, здесь нет привязки к контексту, здесь нет к работе программиста ничего не имеет отношения. Это имеет отношение только к одному. Вы крастьте здесь, а я пойду узнаю, где надо. Знакомо такое, ну, так говорят иногда, да, вы делаете вот тут, копаете, а я пойду узнаю, где надо. Потом будем купать где надо. Так вот, ребята, никто ж не против, что изучайте, но изучать надо немножко по-другому. Ну, во-первых, конечно, надо читать всю статью, но давайте возьмем кусок, чтоб вы поняли. Вот у нас есть класс HTT Реквест, да, в котором, кстати, есть видео на ютюбе. Посмотрите, кому интересно. может, еще запишу, да, чтоб Реквест понять, вот здесь должно быть именно кто собирается с веб сталкиваться. Сейчас, секунду. Оно так и называется, лист, HTT Реквест Джанго, да, я просто пару видео записал, потому что очень большая беда с этим. рассказал вообще откуда берется и увидите там, ну, это я так сказал. А другое дело, вы послушали совета, что в конце вы почитаете о системе работы с кодом. Так вот, когда вы начинаете с этим работать, то сталкиваетесь с такой вещью, как что атрибуты реквест постгет. На самом деле, если мы посмотрим, да, если б здесь ноги растут с атрибутов, вот если б вы сделали так, что когда столкнулись, ну, это надо, чтобы кто-то натолкнул, да, но я вас уже сейчас наталкиваю прямым текстом, ребята, смотрите, здесь две точки, да, и такой чуши тут начитаясь, я вам показывал про это, то это и есть работа с атрибутами, да, так вот, вот так, вот в данный момент можно было бы открыть атрибуты Python и проработать их, у меня получилось листов 10, а как люди прорабатывают атрибуты, ага, понял, и все, и на этом программирование АТАС, а если что он человек сделал, посмотрел, что в данном случае GetPost сами то являются чем вообще, вообще, чем, библиотека и HTTP, да, я как это понял, потому что они пишутся большими буквами, это и так понятно, то есть это к тому еще так маленькая подсказочка, что часто люди спрашивают, а что вот надо, чтобы быть веб-разработчиком, не переживайте, жизнь подскажет, надо научиться одной простой вещи, использовать документацию, вся документация, вся документация составлена по одному и тому же принципу, научитесь в одном чем-то, дальше пойдет все по плану, без проблем. И вот, когда мы смотрим, то мы четко понимаем, что это у нас, это у нас, так, стоп, это я не то смотрю, я уже смотрю, что нет того, чего я ищу, это атрибуты, то, понимаете, если бы мы посмотрели сначала документацию, потом бы, что и есть система работы с кодом, от которой я писал, заглянули в исходный код, то сразу все словья у нас бы отпали, если бы мы, если мы там что-то понимаем, да, что это атрибуты. И вот тут надо было не вот так проходить сначала бездумно, а понимая у меня, мне, вот тут надо понять, как, как ведется работа атрибутов, как вызывается, что можно вызвать, и вот когда мы уперлись в этот момент и начинаем работать с атрибутами, вот тут мы соединяем и язык, и реальность, и то, что останется, и исходный код у нас, и документация, и вот сейчас, когда мы будем работать с атрибутами, пусть кусками кода, но мы четко будем запоминать каждое действие, и в конце концов будем отвечать себя на вопрос, почему так происходит, а здесь такая широкая тема, это вторым, сейчас скажу, это второй по важности вопрос при изучении, начале изучения классов, атрибуты, здесь вы найдете по атрибутам только несколько строк, и курсы так устроены, ну это атрибут, сейчас проговорю сообщение, не найду его сейчас, но недавно читаю, вот есть люди, 15 или 16 лет, там человек программирует, и вот он пишет, я недавно понял, не наш, кто-то с америкосов, я недавно понял, что атрибуты я использую не полностью, через 15 лет, и вот он делал выкладку, да, боже мой, хорошо, а что говорить о новичках, а вот это атрибут, это понятно, да, что там делается, вот с этого надо было понять, разницу всего лишь по атрибутам, что одно дело, я прохожу, где-то там читаю про классы, да, смотрите, как будет сейчас меняться ваша картина мира, в одну секунду, да, вы этого не знали, вы бы это не узнали никогда, открываем классы, простой учебник, идем, идем, классы, давайте мы наберем, ребят, смотрите, вот так все объясняют классы, пустое совершенно, никому не нужно, я ж не против, прочитайте сначала до конца классы, сначала прочитайте, чтобы иметь представление, но открываете абсолютно любой сайт, и вот это вот что называют под, а вот по атрибутам, смотрите, атрибут, и все, и вот так пробежались по классам, и мы хотим программировать, чего мы хотим программировать, ребята, давайте мы откроем учебник, там вообще черным по белому для дураков, для нас, да, бусновский дурак, да, ну хочу программировать, вот хотел в 2008 году, горел, горел, вот если бы кто-то сказал бы, да, так вот я вам говорю сейчас, давайте читать, да, читать, здесь написано, настолько вот они просто кричат, ребята, не тупите, начните, с чего, ну давайте смотреть, так, смотрим, итак, объекты класса, объекты класса поддерживают два вида операций, ссылка на атрибут создания экземпляра, вот здесь стоп, ребята, смотрите, с одной стороны мы могли бы, я же сказал, прочитайте, да, все по классу, почитайте, поласьте, чтобы понимать, да, допустим, учитывая, что вы функции прошли, учитывая, что делаете правильно, да, прочитали, на чем вы должны заострить внимание, если вы, я не осуждаю этот сайт, это переписка с других вещей, везде одинаково, вот так вот делается класс, просто пример, ну иными словами для поиска, скорее всего, не для человека, вы могли просто прочитать, а я вам говорю, ребята, вот видите, вот это вот, видите, вот это, смотрите, вот смотрите и запоминайте, а, кричу, ладно, учитывая, что вы все хорошо слышите, тогда, блять, какого хуя не делаете, извините меня за выражение, не знаете, что делать? Абсолютно верно, потому что, если вы читаете книгу с начала до конца и уже забыли, то где ваше программирование? Нигде нет программирования, вы вне программирования, вспоминайте пример, про автомобиль, мастер вам говорит, пошли, будем крутить машину, не, в заборе есть винт, я его буду крутить, абсолютно схожая ситуация вот с этим вот прохождением, а теперь я вам говорю, стоп, ребята, вот открываем классы, да, еще раз, и находим пункт, который мы только что нашли, ссылка на атрибуты, экземпляр класса, вот отсюда, тупо, не жравши, 8 дней, минимум, днями, делайте атрибуты, пока как у Дениса, дурно не станет, пока дурно не станет, и заходите сюда, и больше здесь, когда у вас появляется, и вы считываете, да, это атрибуты, у вас больше нет вопросов, и потом почему-то происходит чудо, ага, чудо происходит, знаете почему, немножко позанимались, ну и то, бувсуновский скотина сказал, 8 дней, вот посмотрели, вот, так мы будем проходить, вот, вот теперь мы будем писать, в жопу вы пойдете, а не писать будете, будете ходить только, и думать, когда я буду писать, не будете писать, а вот так будете, поэтому погнали и вперед, и после этого, вот эти вещи, они будут очевидны, и больше не будем говорить разной чуши про эти вещи, кто дурнее скажет, то и лучше, и здесь есть вторая вещь, ссылка на атрибут, а то, иногда в видео, я говорю, кол с минусом, за что, сейф, это, слово, это то же самое, что пришли к двери, там есть замок, ну, открывай, это замок, наверное, ключ надо, ну, наверное, надо, ребята, я не буду сейчас атрибуты, но ссылка на атрибут, тоже, что же, что-то же это такое, может, с этого надо начинать классы, с двух этих вещей, и тогда все, что на место станет, так вот, я вам говорю, прямым текстом, здесь вот написано, и смотрите, что здесь написано, объекты класса, поддерживают два вида операций, что будет, когда будет это читать новичок, а ни хрена не будет, потому что здесь написано, не классы, а объекты, то есть, а я вам говорю, а что классы, по-другому все, то есть, объекты, классы, это абсолютно, все-таки разные вещи, вроде бы одно и то же делают, а вещи разные, о, вам задачу надавал, да, и так, ну, извините, что ругаюсь, я себя уже не изменю, ну, а то, что вы меня любили, мне это не надо, мне надо, что вы писали, опять вам песни, что, казаться, таким культурным, да как тут сказать, если, как тут скажешь по-другому, кроме как по-русски, да, если, надо человеку рассказать, что надо изучить, можно сказать, вы обязательно изучите, не поймут, не поймут, что надо изучить, теперь, поняли разницу, одно дело, заканчиваю вот этот вопрос, одно дело, вы изучаете просто там нечто, проходите программирование, а другое дело, я на примере атрибутов показал, вы взяли вот этот атрибут, взяли конкретный пример, и когда, вам теперь, надо изучить атрибуты, для чего-то, вы понимаете, как это используете, это будет работать, это у вас отложится, и копайте в своих справки, что ж вам не дает, да, не по порядку, но, что создается, ребят, создается в голове, то есть, язык у вас начинает делиться на важные вещи, и второстепенные, то есть, смысловые, например, лучше показать, иными словами, у вас появляется такая вещь, как метод или функция, она является ключевой, почему, потому что это основа, с другой стороны, в этой самой методе и функции, есть важная вещь, которая называется параметрами, да, то, чем как раз и размышляет программист, с другой стороны, это вас начинает вести в правильное русло, потому что, какую бы вы программу не взяли, параметры имеют основное значение, потому что все программы что-то куда-то передают, иными словами, вы занимаетесь тем, чем нужно тогда, то есть, у вас появляется то, что является основным, и то, что по смыслу, неважно, в какой момент вы, все равно вы поймете, ну, например, сам по себе функция, да, или метод, и при правильном изучении, то есть параметры, и так далее, но это все в школе рассказываю, вы имеете основу, если вы открываете язык JavaScript, то вы увидите, другим, написано оно будет в другом синтаксе, но там будут те же параметры, просто они будут другие, но вам это уже не надо изучать, вы четко понимаете, что искать, вы можете третий, пятый, седьмой язык открыть, вам надо всего лишь разобраться, что такое параметры, ведь это же просто, ребят, что я сказал, что-то такое, но там это, вот тут, здесь, и на курсах это не написано, это я вам говорю, что подключите второй язык, и посмотрите, оказывается, вы уже сразу сможете писать на любом языке, это первый шаг, теперь, ну откроем чего-нибудь, ну например, жанр, откроем, откроем в юге, и смотрите, вот у нас идет if, else, и вот конструкция, try, except, то есть, вот вам конструкция на все случаи жизни в Python, вы с ней проживете, понимая функцию, эту конструкцию мы можем разобрать, она по смыслу встроится, неважно, когда мы ее будем изучать, завтра, послезавтра, через год, но я с ее рекомендую начать, разработчики Джонга нельзя, не зря указали, хотите подтверждение, давайте посмотрим, возьмем этот файл, вдруг найдем, давайте искать, ну вдруг найдем, может не найдем в этом файле, ну не надо, но в другом точно найдем, потому что это, это у нас файл настроек, окна, окна, так, ну я по крайней мере не видел, более все проще, но если мы возьмем, допустим, пойдем вот в этот файл сходим, давайте посмотрим, давайте посмотрим, так, и файл, вот, все, пошла какая-то логика, все, try except, try except, на все случаи жизни, да, то есть все, что ты хочешь писать, иными словами, вам надо было понять всего лишь одно, что есть вещи, которые являются системными, которые не надо запоминать, это то же самое, что вы сегодня ремонтировали автомобиль, да, вы это помните, будете, допустим, в конце недели помнить, что вы в начале недели ремонтировали автомобиль, или вы ходили там кому-то в гости, это то же самое, функция, это основа, а вот метод, ага, вот этот метод я возьму на вооружение, значит, что делаем, рассматриваем, что происходит, в данном случае, опять мы изучаем, и пользуемся правильно, правильно, да, как справочником, мы взяли функции, потом решили, что нам надо, когда уже функция, нам надо разработать для себя какую-то методику, с чего мне начать писать, вот бери try except, вот это то, что тебе надо, да, сейчас, в разных ситуациях жизни, почему, пытаться делать что-то, если что-то пошло не так, то перехватить исключение, вывести то-то, да, то есть, вы всегда защищены, но это еще не все, иными словами, теперь вы поняли, то, что я хотел сказать, я изменил подход к языку, и люди начали писать, но в первом, кто начал писать, это я сам начал писать, далее, мы добавили, добавляем, что еще надо добавить, я только что вот это рассказывал, когда есть смысл, у вас появляется смысл, это то же самое, что мы с вами рассматривали, жанга, да, и атрибутами, да, то есть, появляется определенный смысл, который имеет четкое отношение к языку, и к ситуации, что нам еще надо, работа с документацией, это как основа, первые четыре года, с 2008 года, я не сходил в документацию, потому что я там ничего не понимал, сегодня я вообще не представляю, как то жить без документации, почему, я не зря там привел пример, вот парень написал, Валерий, здравствуйте, хотел оставить отжив, полезности, благодаря вами, я понял, что документация не так страшна, как кажется, на первый взгляд, хоть не прошел все уроки на платформе, прохожу до сих пор, но сдал заказчик проекта, так далее, и так далее, а ведь это по споре, это, понимаете, что вот эта документация, это часть работы программиста, и она кричит, документация, в ней очень четко все понятно, это надо видеть, этому надо учиться, в курсе Жанга мы это практически делаем, да, с документацией работаем, а ребят, ну, я прошу прощения, я никого не хотел обидеть, когда ругался матом, ну, было это у меня такое, значит, поэтому, конечно, я надеюсь, я написал, что в канале видео не для детей, поэтому надеюсь, что дети не смотрят это, да, ну, в принципе, то, что я хотел рассказать, я рассказал, то есть, вы теперь понимаете, об этом всем надо прочитать, и есть над чем подумать, согласитесь, ну, последнее, что могу сказать, приходите в школу, приходите в школу, просто-напросто, это не значит, что вам надо бросать, там, курсы, или бросать свои книги, в школе можно научиться, в дополнениях и всему, просто понять, как работать с языком, потом и курсы, и книги будут восприниматься немножко по-другому, ну, ребят, поэтому, все точно получится, я, если честно сказать, я не вижу причин, кроме одной, да, кроме одной, чтобы не получилось стать программистом у человека, который хочет, если он не бросит язык, это единственная причина, других причин я не вижу, и если будет делать, то есть, вы поняли, я попытался рассказать, и это описал, да, вы прочитаете, что подделать, я подразумеваю, совершенно другие действия, чем там взял, там пару строк написал, все, я программист, просто школа поможет в этом разобраться, во-первых, можно с другими ребятами смотреть, можно самому пытаться что-то делать, но в любом случае, будете расти, ну, никуда не денете, и все получится, спасибо за доверие, понравилось, ставьте лайки, лайки, лавки, лайки, все получится, в общем, не придумывайте, что ничего у вас не получается, не получаться, может, по одной причине, и ничего, вы не запутались, все получится, вот и все, не вижу причин, не знаю,